Приветствую вас, прошу прощения, что не сразу заказал ответ, но надеюсь, что ожидание не слишком сильно вас насторожило, потому что первый ответ я к вам забежал и надеюсь, что в обмане вы меня не подозревали. Кроме того, мне не выгодно обманывать, потому как я хочу иметь хорошую репутацию и для этого важно, чтобы клиенты были довольны. Я прочитал ваш вопрос, в принципе, в этом письме вашем, как такового, вопроса нет. Ну, то есть вы не спрашиваете, что вам потом делать. Что вы хотите от меня получить? Если в первом сообщении у вас была направленность, как преодолеть обиду на предателях, то вот в том, что касается второго, здесь как бы просто идет изложение. И я, конечно, по этому изложению, по факту изложения отвечу вам что-то, расскажу, но если какие-то вопросы останутся, то попробуйте мне их задать. Я раньше отвечу вам бесклатно, потому что это будет продолжение ответа, который я вам даю, если что-то. Итак, первый момент, первая часть, первая проблема, которую я увидел, она находится в том, что вот вы полюбили своего будущего мужа потому, что он был полным противоположностью того человека, который вас предал. То есть это человек ответственный, человек щедрый, человек, значит, внимательный и самое главное, он хотел семью и ребенка. И вы знаете, вот в этой части у меня складывается такое ощущение, что вы хотели семью и ребенка едва ли не больше, чем просто мы с мужчиной. Вам вполне вероятно после того, как вы сделали аборт, отчаянно хотелось в новое время исправить ошибку, которую вы совершили, ну или думали, что совершили. И поэтому семья, безусловно, для вас была очень важна. Семья и ребенка. А тут вот мужчина такой, который полностью отвечал вашим требованиям, то есть на свадьбу заработал. То есть, по сути, если в предыдущих отношениях вы сами делали все для мужчины, то в этих отношениях уже мужчина все для вас. И поначалу, возможно, вы слишком сильно этого человека превозносили. То есть превозносение здесь играет такую роль, что вы его идеализировали. На фоне предатель, этот мужчина является, ну, наверное, идеалом для вас, по крайней мере, так вы его видели. Идеал. И вы строили в себе определенную, собственно говоря, определенную идеальную картину. Идеальную картину своей семьи. Вот этот момент, что вы слишком сильно идеализировали человека, что вы оторванно воспринимали его от реального человека. Этот момент первый, на который я хотел бы обратить ваше внимание. То есть, понимаете, в чем дело? Вам стоит просто проанализировать то, как человек ввел себя тогда. Вот в начале, когда у вас все было хорошо, и проанализировать свое поведение тогда. Ведь вы говорите, что мужчина, он, дальше, что мужчина стал на вас кричат. А в последних сроках беременности мужчина начал сидеть на сайте знакомств, интересоваться услугами проститутки и так далее. И вот, знаете, одна из причин, по которым он это делал, является то, что вы теперь в нем сомневаетесь. То есть, вы ему не до конца доверяете. Вы как бы говорите, но а кто знает? Кто знает, что он там делает? Кто знает, почему он не берет трубку и так далее? То есть, вы в нем сомневаетесь. Почему вы в нем сомневаетесь? Потому что не уверены в себе. Вы не уверены в себе, и это не уверены в себе сквозит через все ваше сообщение. Вы не уверены в себе, когда мужчина вам, значит, как-то вот говорит, что вы плохо выглядите. Вы не уверены в себе, когда боитесь ходить по заплате. Вы не уверены в себе, когда боитесь разрушить семью, потому что вот ради ребенка вы хотите ее сохранить. Это не уверены в себе. Конечно же, идет у вас из детства, ну или, по крайней мере, более раннего периода, чем замужество и первое отношение с мужчиной. То есть, возможно, и от мужчины вы были в зависимости именно по причине неуверенности в себе. Но мы об этом говорили. Если не говорили, то, кажется, вам нужно будет рассказать еще историю, откуда у вас эта неуверенность. Потому что неуверенность – это всегда страх, это страх либо выглядеть глупо, либо ошибиться. И неуверенность в себе побаривается только определенной деятельностью, определенная постановка целей, тех целей, в которых вы сомневаетесь, и постепенное достижение этих целей. И тогда, когда вы вот эти задачи будете выполнять, вы будете чувствовать, что вы на самом деле в действительности модите, что вы в действительности, там, в состоянии и так далее, и так далее. Итак, значит, у вас слишком сильный идеал, слишком сильный идеализированный мужчина, и вы, как скорее всего только сейчас, начинаете заменчать недостатки человека. Проблема в том, что эти недостатки человека, они у него были всегда. Например, его средний интеллект, например, там, непонимание о вас, например, что-то он понимает, что это как аптеку, горох и так далее. Все вот это у него, скорее всего, было. Просто вы и раньше этого не замечали. Вот то, что я вам не сказал, я повторю, чтобы вы ночью, которые на этом заострили внимание. Нужно проанализировать ваше поведение, тогда, когда вы вели себя на заре ваших отношений, понять, что после этого изменилось в вас. Возможно, вы стали слишком сильно ему преранными. Возможно, вы слишком сильно показывали ему то, что вот вы в нем, вы для него, вы себя для семьи. То есть, по сути, вы опять растворяетесь в людях. Но теперь уже вы растворяетесь не в нем самом, как бы, а в семье. Но любое растворение ведет к наличию личных границ, к потере своей собственности от самобытности, к стиранию, так сказать, своей индивидуальности и, иначе говоря, того, за что вас любят. То есть, когда вы были на последних сроках беременности, вы потеряли свою привлекательность для мужчины, и здесь ситуация более-менее нормальная, естественная. То есть, так очень часто бывает. И в этом вашей вины нет. Тем более, что беременность у вас была нелегкая. Но вот после рождения ребенка, понятно, что вы тут же все растворились в нем, и все внимание выделяете ему, и мужчина просто-напросто пристал и вспоминает вас как женщину. Вот это вот его требования, когда вы говорите, что ужин, нет, обед из трех блюд и ужин, там, разнообразный, да, это все требования как бы к жене, то есть к супруге, к партнеру по хозяйству, но никак не к женщине. Это отношение как к женщине. И почему? С чем это связано? С чем-то мужчина перестал вас воспринимать именно как женщину. Почему? Опять-таки я задаю вопрос. И чтобы это хотелось на этот вопрос, вам гораздо-таки нужно провести сравнительно анализ своего поведения тогда, когда вы с мужчиной только начали встречаться. И сейчас. Уверен, вы заметите определенные различия, и вот эти различия, они, собственно говоря, и подводят вам понять причины изменения в поведении вашего мужа. Потому что сперва изменилось ваше поведение, а потом изменилось поведение мужа. Если же вы там ничего в своем поведении не меняли, то есть если вы вели и ведете себя совершенно одинаково, то есть и тогда, и сейчас, то можно говорить о том, что у мужчины просто-напросто прогонит к вам чувства. В этом случае их можно попробовать реанимировать. Я вам попробую это рассказать, как сделать. Значит, если говорить о реанимации чувства, здесь важно именно привнести романское отношение. А дать вам почувствовать друг друга вновь, как мужчину и женщину. И понятно, что ребенок в этом очень мешает, понятно, что ребенок не дают во много времени, тем более, что ребенок больной, и ему требуется повышенное внимание. Но, тем не менее, вам, если вы интересованы в том, чтобы повлиять на потепление отношений, сегодня делать две вещи. Первое. Это как можно больше занимать мужчину в совместной деятельности, то есть либо в деятельности вы и мужчина, либо в деятельности вы, ребенок, мужчина. Так, чтобы он чувствовал себя частью вас, чтобы он как можно меньше противопоставлял себя в ад, и чтобы как можно меньше у него было обособленное восприятие себя и семьи. Второе, что вы можете делать, это, как бы, ну вот, вы же с ним живете, если вы знаете его, знаете его привычки, его желания, его какие-то стремления, да, старайтесь его радовать, старайтесь делать ему какие-то сюрпризы приятные, старайтесь как-то привнять эту романтику, то есть, знаете, так, вот, например, если вы, там, совершенно ненавидно поцелуете его, или, там, приобнимите, или еще что-то сделаете, то это будет ему приятно, но обязательно смотрите на его реакцию. Если, наверное, считали, это может быть не осиданность, то потом это может быть просто безразличие. Если ему все равно, да, значит, тогда именно вот в таком плане вам двигаться нужно в более, в более значительных поступках. Понятно, что значительные поступки управляются в ребенка, и вам, по крайней мере, сейчас нет возможности статус делать по глобальной, но тем не менее. Если вы заинтересованы в том, что восхранить семью, то какие-то действия по разнообразию вашей жизни, по внесению в нее, скажем так, определенной спонтанности, определенного романтизма, все-таки нужно делать. Следующее, что хочется сказать, это то, что очень плохо, что вы спите с ребенком. То есть вот, когда мама спит с ребенком, она не проводит время с мужчиной, и это достаточно сильно их отдаляет. А мужчина днем видит, что вы, так называемый, ребенком, а мужчина ночью не видит вас, и из-за этого возникает проблема, что он вообще не чувствует с вами близко. И, собственно, вам этот момент должен быть как-то решат. То есть решать можно каким-то путем, ну, только, наверное, как-то возмещением мужчины, мужчине ущерба вашего женского внимания, если пусть тепла. То есть если вы не можете, например, проводить время ночи, то проводите время в другой период, когда, например, ребенок спит, для кого-то он чем-то, чем-то заново. То есть обязательно нужно подумать о том, как компенсировать то время, что вы вместе быть не можете. По крайней мере, самое минимальное. Вот примерно так вам нужно двигаться для реанимации ваших шифтов. Но, по числу, на самом деле, лучше сказать отдельно, то есть как отдельно, ну, наверное, не в этом конъекте, не в конъекте этого сообщения, не в конъекте вашего письма. Дальше. Дальше вы пишите следующее, что муж в последнее время начал кричать, значит, кричать и раздражаться. И вы знаете, вот именно это, как и все его поведение, оно очень похоже на ревну. Мужчины часто ревнуют, ревнуют жену свою, гребенку, именно на осознательном, неосознанном уровне, особенно если ребенок мальчик, да, сын, то они ревнуют. Ревнуют и ведут себя действительно, как ревницы. То есть ваш мужчина по реакции очень похоже, что может ревновать. И тогда вам придется понять, а принять, что муж считает, что вы слишком много уделяете внимание ребенку, слишком мало ему. И здесь, наверное, основная проблема в том, что вы в своем внимании, в своей ласке не различаете никак, и не различаете их, то есть не различаете своего сына и своего мужа. То есть он видит, например, каким тоном вы ласкаете ребенка, каким тоном быстро разговариваете, и как он говорит, например, с ним. И может быть вы разговариваете с ним более жестким тоном. Он просто сам, если вы расслабляетесь, да, вы понимаете, что сможем как бы необязательно там как-то говорить по-другому, сможем необязательно как-то высказывать свое пролишивое настроение, можно наоборот высказать как раз-таки то настроение, которое у вас есть. И это сама по себе является на самом деле как раз-таки проблемой, потому что мужчина считает, что вы ему неплохо, слишком холодно, и в общем-то не цените его так, как цените ребенка. А поскольку он, по его мнению, является добычником семьи, то он считает, что вы просто-напросто не оцениваете его должным образом вы не оцените того, что он их делает, это та не является достаточно плохо. Плохо для него. И в этой ситуации вам необходимо все-таки давать мужчине понять, что вы к нему относитесь не так, как к ребенку. То есть он для вас что-то совершенно иное. Вот помните, когда я говорил про то, вам нужно показывать мужчине свое отношение именно лично, то есть вам нужно много чувствовать себя как мужчина и женщина. Так вот это как бы экстракт червь, червь, Это вот я говорил. Вы относитесь к нему очень приближенно как к ребенку по мнению мужа. Именно различать нужно, именно различение поможет вам установить границы границы между нашим ребенком и мужем. И эти границы очень важны, потому что такое ощущение, что они у вас теракты. Как вы это будете делать? Наверное, решат вам. Я могу вам только указать направление, показать, что может быть проблема, потому что вам лучше знать, как вы относитесь к вашим членам, вашей семье. Но важно, чтобы вы проанализировали свое поведение и где-то внесли в него коррективы. Тут важно сам факт. Задумайтесь над этой проблемой. Дальше. мужчина может иметь определенные проблемы уже непосредственно самого с собой. То есть вот в последнее время, говорите вы, без особого повода он кричит. Это значит, что у него есть определенный негатив внутри сознания, который мешает ему испытывать гармонию с собой. кроме выше приведенных причин, у мужчины можно вспомнить еще. И вам нужно вспомнить, подумать, что это за последнее время. То есть с недавних пор, ну это перефразировать, с недавних пор, а что есть недавняя пора для вас и что есть недавняя пора для него. подумать, когда был первый такой вот случай, когда он впервые на вас не кричит хал, что сподвигло его именно тогда отступить. Была ли какая-то между вами неполадка, была ли какая-то между вами недоговоренность, было ли что-то такое негативное, что могло сподвигнуть его на подобное поведение. Постарайтесь проанализировать, если что-то найдете, обязательно эту проблему мы с можем обсудить. Причем отдельно хочу сказать, что мужчина сразу на проблему не поведется, то есть он не признает ее, для мужчины признать проблему это трудно, из-за гордости самомнения, поэтому придется делать это несколько раз возможно. Но если будете настойчивы, то обязательно рано или поздно он может с вами об этом разговаривать. Если же ничего такого не было и никаких проблем внешних причин для подобного поведения не имелось, то тогда можно говорить следующее. Вот был случай был случай случай что он на вас накричал ну был человек плохом настроении там что-то еще случилось неважно он на вас накричал случай первый и в этом случае очень важная реакция то есть показательная реакция ваша реакция и вы судя по всему а вы писали что вы замыкаете себе вы молчите вы ничего не говорите плохо себя чувствуете и плачете то есть вы вы высказываете свое поведение вы его выражаете через слабость через спасибо Через, наверное, даже страх И вы пишите, что вы мягкий человек Не грубите, не кричите и так далее Вы знаете, чтобы защищать себя Не нужно грубить Не нужно кричать Не нужно быть твердым Ваша мягкость Может быть неуверенностью в себе Потому что мягкость, мягкий человек Это человек, который уверен в себе И который осознанно пришел к тому Чтобы не грубить Он мягко, но настойчиво, целеустремленно Будет наказывать И отстаивать, что немаловатно Свою точку зрения Вы этого не делаете Судя по тому, что вы написали И для мужчины это означает Что он вас подчинил себе Он может безнаказанно кричать Он может безнаказанно вам грубить Что-то еще делать Раздражаться Абсолютно безнаказанно Для него Он не видит никакой реакции Он знает, что вы обидитесь Но потом он пройдет Обнимет Или даже ничего делать не будет И все будет опять как пресса Вы ему прощаете это Вы ему прощаете это И это теперь будет продолжаться дальше Потому что мужчине так проще Так проще Если раньше Для него была Запретная форма поведения Такого плана Такого типа То сейчас Она для него постепенно Становится нормой Постепенно мужчина думает А точнее даже чисто Интуитивно Корректировать А зачем я Буду Проявлять где-то Терпение Где-то Обходительность Если я могу Спилить Нагрубить И мне за это ничего не будет И это происходит Снова и снова И снова И будет происходить До тех пор Пока вы Не зададите себе вопрос Почему Вы так реагируете Почему Вы Так Относитесь К тому Что он делает Неприятное вам Чего вы боитесь Может быть Боитесь предательства Опять Что он от вас Уйдет Или Что-то такое Может быть Вы Опасаетесь Вновь Остаться Одной Может быть Еще чего-то Но вы Не забываете Такую вещь Во-первых Мы уже Говорили С вами Что Предатель Предатель Это тот Кто Понимает Узер Своего поступка Кто Осознает Что он делает Неправильно Но все равно Делает Если Ваш Мужчина Поступит Так Для него Это будет Обначать В первую Очередь Предательство С самого Себя Но Если он Готов Это Сделать Готов Предательство Себя И вас То он Сделает Это Рано Или Позно И На самом Деле Лучше Если Он Сделает Это Раньше Потому Что Во-первых При Неизменном Вашем Поведении То есть Если вы Его Не измените Никак Его Вспышки Будут Сильнее Чаще Ваша Расстроенное Состояние Будет Ответленно Более Интенсивным А это Будет Влиять На Ребенка Потому Что Ребенку Нужна Счастливая Мама И Что Главное Что Еще Важнее Ребенку Нужен Хороший Микроклимат Сильнее Простите Вы Печете Что Не Решаете Срушить Семью Главным Обратом Из-за Ребенка Но Ему Мужа Вы По сути Дела И Вредите Тем Что Держите За Семью Только Ради Него По сути Терпите Отношения Мужа Ради Него Вы Ему Этим Самым Вредите И Потому Скорее Всего Вы Оправдываете Оправдываете Ребенком Своё Нежелание Свой Страх Перед Возможным Разрушением Семьи И Перед Возможным Отстаиванием Своего Мнения Своей Точкой Зрения Против И Потому Что Боитесь Осташа Одна Опять Вновь На этот Раз Уже Приборка Тут Конечно же Решать Вам Дело В том Что Если Для вас Ближе Позиция Подчинения Позиция Ведомой А не Ведущей То Поведение Своего Мужа Вы Примите Но Если Вы Принимаете Его Поведение То Тогда Постарайтесь Не переживать Потому Что Капитулируя Перед Человеком Вы Соответственно Вверяете Ему По сути Полную Ответственность И за Себя Тоже Делая Это Вы Как бы Лищаете Себя Права На Какое Либо Отстаивание Своего Мнения И На Самостоятельность А Если Вас Это Не Устраивает Если Вы Считаете Что Мужина И Женщина Равны В Правах Что Они Партнеры Что Они И И Они И И И И И И И Что Мужина Не И И И Морального Права Так Обращаться С Женщиной Со Своей Женой С Матерью Своего Ребенка То Нужно Отстаивать Точку Зрения Свою Защищать Себя Не Не Давать Ему Обижаться Себя Ж Вплоть До Показывая Ему Что Вы Востребованы У других Мужин Что Вы Не Привязаны К Нему Что Вы Не Принадлежите Полностью Ему А Это Самое Главное Заблуждение Мужин Когда Они Начинают Так Себя Вести Они Думают Что Их Женщина Это Только Их Женщина И Она Никуда От Них Не Денется Вот Разочаровать Мужину В этом Разуверить Его В этом Очень Главная Задача Если Вы Решаете Бороться За свое Самостоятельность И за Своё Счастье Конечно Если Вы Боитесь То Страх Он Всегда Обусловлен И Есть Две Стороны Этого Обуславливания Первая Сторона Потребствий Что Вам Дает Семья Что Вам Дает Мужина И И И Реальное Представление О том Как Вы Будете Жить Без Него Сможете Либо Прожить Без Него Насколько Сильно Вы Зависите От Своего Мужа На данный Массамент И Соответственно Если Настоящий Период Времени Вы Не Можете Бразить Без Мужа То Вам Нужно Постепенно Нарашивать Свою Независимость Свою Самостоятельность Тогда Конечно Тогда Конечно Можно Говорить О том Что Поначалу Не Стоит Вступать В Откредственную Константацию И Обострять Отношения Тут Уже Важно Абстрахироваться Образовать Свои Личные Границы Хотя Что касается Личной Границы Здесь Важно В любом Случше Это Сделано Поскольку Я говорил Что Вы Отличным Сильно Растворяете Семье Что В первую Осень Для Общего Так сказать Фундаментального Обязательного Изменения Ситуации В любом В любом Развитии В лучшую Сторон Необходимо Устанавливать Свои Личные Границы То есть Создавать Такую Область Пространства Вокруг Вас В Которую Не Было Бы Доступа Никому Кроме Вас Где Вы Были Были Полноценной Всехозяйкой Это Очень Важно Для Обретения Внутренней Гармонии Для Соответственно Развития Расширения Своей Индивидуальности И Доступа Чувствовать Себя Собой Именно Собой Не Женой Не матерью А Собой Это Очень Важно Дальше Обязательно Чтобы Вы Занимались Лечительным Ростом Чтобы Вы Развивались Для этого Необходимо Понятно Что У вас Мало Времени Что Вы Ребенком Проводите Большую Его Часть Но Никто Не мешает Например Слушать Аудиокниги Никто Не мешает По Возможности Прослушивать Их Когда Ребенок Спит Или Когда Игра Или Когда Ищет Что Нужно Находить Время Для того Чтобы Заниматься Личным Семь Ротом Собой Развиваться Да Я Понимаю Вы Творческий Человек Но Вам Явно Не Хватает Именно Вот Личностного Аспекта Когда Вы Чувствовали Себя Сами С собой Сделать Это Необходимо Потому Что Без Этого Невозможно Значит Уважение И понимание Внутри Семьи Уважение И понимание Возможно Только Тогда Когда Есть Что Уважать Есть Что Понимать А Уважают И Понимают Люди В первую Очередь Личные Границы Другого Без Них Невозможно Эти Два Состояния Которым Вы Стремитесь Которым Вы Стремитесь Пожалуй То То есть Вот Вы Пошли Побыли Там Пришли Домой И Он С Укором Вас Встречает При При этом Из Вашего Сообщения Достаточно Четко Ясно Что вы В отличие от Него Говорите Ему Куда Вы Идете Он Нет А Вы Да И Опять Опять Неуверенно В Себе Вы Как будто Сомневаетесь В том Что Имеете Право На Часок Другой Сходить К В Друг Но В Действительность Это Даже Не Ваше Право Это Даже Обязанность Необходимость Потому Если человек Может Эффективно Выполнять Роль Родителя Тогда Когда Он Сам Является Полом Когда Он Не Испытывает Недостатка В Чем Либо А Вы Испытываете Недостатка Вы Испытываете Недостаток В том Чтобы Чувствовать Себя Другом Чувствовать Себя Личностью И так Далее И Опять Таки За Это Нужно Бороться Как В первую Очередь Нужно Постанять И Вы Наверное Сами Уже Это Осознали Разговаривать Именно Слова Ну Бесповерно Мужчины Не понимают Или понимают Но ненадолго Почему Потому Что Если Он Правда Уверен В том Что Вы От него Никуда Не денетесь Если Он Правда Думает Что Вы Целиком И Полностью Принадлежите Только Ему То Он Зарезно Считает Что Все Ваши Слова Есть Каприз Есть Каприз И Не Более Того И Какими Вы Правильными Слова Не Были Они Для Него Пустой Звук Как Являются Пустым Звуком И Моих Слова Если Вы Не Будете Ничего Делать Сами Из Того Что Я Вам Говорю И Поэтому Пользоваться Здесь Требуется Тем Языком Который Понятен Мужчине А Это Язык Поступка Если Человек Позволяет Себе Уйти Неизвестно Куда И Вы Даже Не Знаете Куда Он Идет То Вам Нужно Делать То Самое Если Человек Не Понимает Если Человек Не Слышит Слов Если Человек Не Готов Воспринимать То Что Вы Говорите Заставьте Его Ощутить На себе То Что Он Делает С Вами Но При Этом Мы Люди Все Таки Разные И То Что Задевает Вас Может Не Задеть Его Если Он Знает Что Два Раза В Месяц Вы Идете К Подруге То Конечно Ваш Уход Пусть И Неожиданный Анонимный В том Плане Что Не Знает Куда Он Вас Примет Спокойно Потому Что Ну Понятно Куда Вы Идете А Вот Если Вы Чаще Ходить Будете А Ведь Вы Можете Чаще Ходить Вы Можете Чаще Мужину Оставлять С Ребенком Что Кстати Полетно Потому Что Как Сын Ваш Малыш Более Эффективно Общаться С С С Будет Как Раз С Матерью Потому Что Отец Для Него Первичный Идеал Первичный Идеал Поведения И Чем Больше Он Приведет В Хемин С С Тем Лучше Он Будет Проявлять Себя Уже Во В Жрозной Жизни Как Мужчина То То Чем Меньше Вы Проводите С Время Тем Больше Вы Даете Пользу Пользы Для Своего Ребенка И Если Вы В Этой Ситуации Будете Уходить Чаще Рано Или Поздно Муж Против Вас А Где Вы Были А Куда Вы Ходили Зачем И Почему И Если Вы Не Скажете То Поначалу Будет Конечно Гнев Но Рано Или Поздно Вопрос Станет Таким Обратом Почему Вы Это Делаете И Тогда Вы Можете Сказать Совершенный Чет Но Спокойно Уверенно Дорогой Ты Не Даешь Мне Того Что Я Хочу Я Не Чувствую С Тобой Женщиной И Прости Но Мне Нужна Моя Личная Жизнь И Если Мужчина Вас Любит Но Он Просто Запутался Он Просто Ошибся Он Просто Под Влиянием Быта Изменил Своё Поведение Сам Того Не Осознавая То Это Подводит Ему Испытать Критическое Переживание После Которого Наметятся Изменения И Изменения Положительные По Отношению К вам Если Он Вас Не Любит И Если Чувств К вам У него Как Таковых Не Осталось То Тогда Конечно Будет Обвинение Будет Ругать Еще Больше Брань И так Далее И Это Наглядно Вам Покажет А Имеет Ли Смысл С Таким Человеком Пытаться Сохранить Семью И Ради Чего Про Ребенка Мы Уже Сказали Остались Свои Про это Тоже Сказали Вам Остается Только Подумать Теперь Подумать И Профинансировать Как Отстоят Дела Дальше И Это Наверное Последняя Часть Связана Она С Ребенком Вот Вы Пишите Примерно Следую Значит Значит Просите Смотреть Лучше За Ребенком Когда Готовите А Ребенок Пробегает И Хватает Горячую Кастрюлю А тебя Просил На Купню Пока Не Ходить Вот Вы Говорили Что Отец Хорошо Относится К Ребенку Этот Момент Очень Важно Почему Он Позволил Ему Прибежать На Готов И Как Он Отреагировал На То Что Ребенок Пострадал Потому Что Отец Любящий Или Которому Не Все Равно Он В общем Так Говоря Предпримет Свои Методы То есть Не те Которые Предпринимали бы Вы Но тем не менее Свои методы Для того Чтобы Добиться Цели Которая Перед ним Поставлено То Цель Это Обеспечить Контроль За Ребенком И Собственно Очень Важно Чтобы Вы Увидели Вот Вы Сами Для Себя Увидели Бы Какая Реакция У Муза На Ребенка Там Если Из-за Возь Что Скошали Вы Написали У Мужчины Довольно Таки Халатные К нему Отно 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 И Если Это Так То Он Ребенку Отно Это Не Очень Хорошо А то И Вовсе Считают Его Больным И Не Настояны Быть Сыном Ихренне Надеюсь Что Это Не Так Но Обсудить Значит Как Ваш Муж Относится К Сыну И Насколько Он Вообще Участвует В его Воспитании И Насколько Нужно Участвовать В воспитании Вам Это Обсудить Очень 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 Требуется Возможно Следует Поговорить С детским Психологом С педиатром Просто С воспитателями Чтобы Они Вам Более Профессионально Показали Роль Отца В жизни Ребенка В частности В жизни Сына С психологической Точкой Верения Я могу Это Сказать Я В принципе Это Отписал Немножечко Если Потребуется Могу Сделать Это Более Подробно Ну Поскольку Пока Идет Речь Исключительно Про Вас То Соответственно Я Стараюсь Придерживаться Системы То Есть Вот Этот Момент Позже Нужно Проработать И В заключении Наконец В заключении Хочется Вам Сказать Так Что Ваш Муж Не ребенок Хотя Может быть И он Но Ваш Муж Рискует Быть Для Вас Средством По Устранению Тех Негативных Причин Негативных Последствий То И Обиды Того Горя Который Причин Который Причинил Вам Прилятую Если Вы Свою Семью Воспринимаете Именно Так Если У вас Есть Идеал Этой Семьи Который Вы Пытаетесь Воплотить Жизнь То Это Именно Так И Чтобы Отказаться От Данного Порочного Поведения Нужно Отказаться От Идеала Семьи Отказаться От Идеала Вашего Мужа От Идеала Мужины Вообще А Принимать Человека Таким Как Он Есть Принимать Вашу Семью Такой Какая Она Есть И Бороться За Ее Улучшение Бороться За Опотепление Отношений Но Семьи 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 Не Такой Как Вы Хотите Семьи 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 Там Развитие Такого Которая Происходит Спонтанно А Значит Естественно Любая Идеализация Приводит К Программированию Что Мешает Естественному Развитию Как Личных Отношений Так И Семьи Семей То есть Проблема Связана Непосредственно С вами Если Вы хотите Ее решать Соответственно Мне нужно Больше информации Про вас Именно Про Ваше Детство Про Ваши Детско Родительские Отношения Про Ваши Собственные Страхи Которые Были Еще До Отношений С Мужчиной Предателем И так Далее Также Не Будет Личным Если Вы Поделитесь Со мной Историей Вашей Болезни В том Числе Тем Как Мы Жили Когда Были На Инвалидности И После Нее Как Вы Воспринимали Своих Инвалидностей Все Это Мне Нужили Если Вы Хотите Прораспутать Ваши Личные Проблемы Если Вы Действительно Согласны За мной В том Что Причина По Которой Вы Ведете Себя Так С Вашим Мужем Является Неуверен В себе Второй Проблемный Момент Их В отношении С ребенком Объект Таки Понимаю Что Ребенок Болеет Вы Вы Описали Как Слабого Болезненного Ребенка Но Тем Не Менее Он У вас Активный И Бегает То Он Может Пробежать На Гугле Да Смотреть Которую Кастрюлю И Что Это Еще Все И эту проблему, если такая проблема для вас видится, также можно и нужно обсуждать. Ну и наконец, наверное, последняя проблема, она, как бы, является постпроизвольной, и связана она с реанимацией чувств, значит, у вас в мужчине. Если вы хотите решить эту проблему, то тут нужно сказать так. Вот, вы можете выступить в качестве инициатора, то есть попробовать несколько раз сделать шаги со встречи. Но если вы не видите ответной реакции, это значит, что мужчина в данный момент времени не хочет работать вместе с вами над отношениями. И тогда, следуя тому поведению, которое я описал выше, вы заставляете его бояться вас потерять. Если вы заставляете начать бояться вас потерять, точнее, и тогда появляется желание что-то делать для вас. И бывает так, что по прохождению времени человек вроде бы и хочет что-то сделать, но уже не знает что, не знает как. Потому что время потеряно, и вот при наличии уже желания у вас обоих, можно что-то сделать. Может быть, вы хотите вдвоем проконсультироваться, не обязательно у меня. Может быть, сходить на ученскую консультацию, где вы вдвоем будете общаться со специалистом. Может быть, здесь, как вам угодно. И тогда будет уместно в этом случае рассказать лучше про мужа. Лучше в том плане, что более подробнее. Какие у него, например, слабости? Какие у него особенности характера? Какое у него тепличность? Какая у него была семья? Какие были отношения с родителями? Какие у него склонности? Какие у него интересы? И так далее. Если хотите лучше понять своего мужа, а это имеет смысл только, если он хочет наладить с вами отношения более качественные, чем есть сейчас. Это все будет нужной информацией. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, соответственно, пишите их и в таком формате будем с вами работать и дальше. Если он вам понравился. Если по непосредственно моему ответу у вас появились какие-то вопросы, так же, так же, задавайте. Не исчезняйтесь. На них я отвечу вам бесплатно. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Субтитры добавил DimaTorzok